Здравствуйте, уважаемый пользователь! Добро пожаловать на платформу S-Testing. На этом видеоуроке мы покажем, как войти в свой личный кабинет на платформе S-Testing в качестве ученика и как начать решать тестовые задания. Вы можете пользоваться любым удобным для вас браузером, однако, чтобы платформа работала хорошо, рекомендуется использовать браузер Google Chrome. В строке поиска надо ввести stesting.us и нажать на кнопку Enter. В результате у нас откроется основная страница платформы S-Testing. Соблюдайте следующие правила на платформе S-Testing. Выберите язык, на котором вы хотите пройти тестовые задания. Тестовые задания на платформе S-Testing представлены на двух языках – узбекском и русском. Чтобы пройти тест на платформе на нужном вам языке, вам нужно сначала выбрать узбекский или русский язык. Обязательно отключите автопереводчик в браузере. Если вы переведете задание на какой-нибудь язык или если функция автопереводчика будет включена, то задание будет переведено автоматически. Тем самым это может повлиять на реальное содержание тестовых вопросов и может привести к различным ошибкам. Функция автоперевода выключается следующим образом. Для этого вы нажимаете на кнопку, которая расположена на правом верхнем углу. Затем находите кнопку Settings и нажимаете на нее. После у вас открывается данное окно. С левой стороны находите вкладку Advanced и нажимаете на нее. И после нажимаете на кнопку Languages. Здесь вы нажимаете на стрелку, которая смотрит вниз. Дальше вы отключаете данную функцию, которая отображается у вас на экране. Готово. Следует отметить тот факт, что данный метод отключения автоперевода предназначен только для браузера Google Chrome. А теперь зайдем в личный кабинет. Для этого нажмите на кнопку Вход в правом верхнем углу. Здесь имеется два варианта входа в личный кабинет. Как ответственный из школы или как ученик. Вы выбираете как ученик. В строке Login введите специальный логин, предоставленный администратором школы. А в строке Пароль введите свой пароль. Затем нажмите на кнопку Вход. Откроется ваш личный кабинет. Важно отметить, что логин и пароль вам выдаст администрация школы и никому их не давайте и не показывайте. Давайте изучим содержимое в личном кабинете. Как видите, с левой стороны есть панель Данные учащегося. Начать тест. Мои тесты. Моя информация. И выход. Для выполнения тестовых заданий нажмите на кнопку Начать тест. Здесь вам открывается доступ для выполнения заданий из международных программ по оценке образовательных достижений как PISA, TIMS и PIRLS. Задания международных программ PISA и TIMS будут активны для 15-летних учеников и у вас будет возможность их выполнить. Как видите, тесты в интерфейсе PIRLS не активны, так как тесты PIRLS рассчитаны для учеников начальных классов. Начнем решать тестовое задание в интерфейсе PISA. Вы можете пройти тесты в разделах Математическая грамотность, Читательская грамотность и, естественно, Научная грамотность в интерфейсе PISA. На выполнение тестов вам будет выделено по 40 минут. Платформа предлагает выбрать одно из диалоговых окон, классический или новый, перед демонстрацией тестовых заданий в интерфейсе PISA, то есть открываете диалоговое окно выбора. Вы выбираете одно из них. Стоит отметить, что вид диалогового окна не влияет на содержание тестовых заданий. А теперь давайте начнем тест. Чтобы перейти на следующий тест, после выполнения первого вопроса вы нажмете на данную кнопку. После завершения тестов у вас появится данное окно. На вопрос «Вы хотите закончить тест?» нажимаем на кнопку «Вернуться на главную страницу». Чтобы увидеть и ознакомиться с результатами тестов, нажмите на кнопку «Мои тесты». Можете ознакомиться с результатами тестов. Следует подчеркнуть, что тесты, которые были выполнены в письменном виде, будут изучены и проверены преподавателем в течение трех дней, и затем вы можете с ними ознакомиться. После того, как вы закончите решать тестовые задания, не забудьте нажать на кнопку «Выход». Надеемся, что платформа S-Testing станет для вас лучшим другом и верим, что вы сможете укрепить свои знания и добиться отличных результатов.